добрый день меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 данный ролик посвящен российскому катеру элита 580 вот он перед вами и в принципе одна из задач почему делается подобный ролик это катер пришел вообще катер по сути своей очень неплохой то есть он просторный широкий высокий большая каюта ширина катера 240 то есть все вроде бы здорово катер пришел с ремонтом днища при начале то есть вообще изначально задача ставилась это просто очистить катер и покрыть его не обрастающей краской загрунтовать покрыть не обрастающей краской это была основная задача но в процессе осмотра в процессе очистки катера выяснили то что характерно как раз то что я всегда говорю чем отличаются российские катера от американских катеров и любых других нормальных катеров это брак при изготовлении данного корпуса вот конкретно в данном случае корпус сделан с заводским браком по-хорошему данный корпус сразу же после выхода с верфи необходимо было закрывать противоосматическими грунтами не обрастающими красками и всем остальным потому что основная проблема которая возник с которой столкнулся в данный корпус непосредственно днище это то что минимальный слой гилькоута на катере если вы возьмете любой американский любой просто вот у нас было в ремонте в лодке были восьмидесятых годов девяностых годов двухтысячных годов совершенно разные но ни разу не попадалось ни одной лодки из импорта у которой бы толщина днище гилькоута на днище корпуса было десятки это просто бред то есть если любой в чем заключается подготовка покраски катера не обрастающей краски то есть это необходимо зашлифовать загрубить корпус очистить корпус и загрубить его 180 абразивом согласно инструкции по применению всегда эта работа проходит без малейших проблем на небольших оборотах шлиф машинка великолепно со всей этой работой справляется в данном случае эта фишка не сработала в данном случае катер пришлось защищать полностью руками по той простой причине что работа шлифмашинкой вообще на данном катере невозможно поскольку буквально легкое касание машинки и ты видишь корпус то есть гилькоута нет соответственно поскольку на катере нет гилькоута ничто его не держит от того чтобы на катере начал развиваться космос здесь лодка в чем прелесть вот конкретно данной лодки чем чем ей повезло на самом деле и действительно повезло ей повезло тем что она хранится все время в теплом боксе она хранится на воде она моется к лодка пришла мытая чистая у нее не было обильной грязи и обильного обрастания то есть за лодкой следят но при этом она всегда хранится в темном в теплом боксе это на ней начали образовываться осматические процессы то есть осматические процессы которые связаны в первую голову не с тем чтобы что здесь лодка за лодкой не следили еще ли еще какие-то косяки там которые возникли в процессе эксплуатации основная проблема возникла в том что просто лодка сделана с браком с заводским браком она вышла с завода в процессе ее изготовления на корпус лодки не был нанесен гилькоут гилькоут на днище наносится до 2-3 миллиметров порой на импортных корпусах миллиметр минимум здесь десятки еще раз говорю лодку вышкуривали руками ну вот она еще вся белая вот это абсолютно нормально сейчас что делать если вы столкнулись с подобной ситуации то есть первую голову необходимо четко понимать что если у вас лодка российская если у вас отечественная лодка 1 против 1 не обрастающей краской через гунты через грунты вам будет недостаточно то есть обязательном порядке необходимо закрывать несколько слоев в обязательном порядке закрывать несколько слоев противоосматическими грунтами это необходимость это не то что кто-то что-то придумал потому что если вы столкнулись и у вас вы купили каким-то боком непонятным купили катер российского производителя имейте ввиду что вы столкнетесь совершенно другой проблемой как с импортными катерами работая с импортными катерами находясь когда катера находятся импортные в ремонте всегда четко и ясно поддаешь себе отчет что катер когда вышел с верфи был абсолютно идеальным то есть он был не имел никакого брака он был вообще оптимально и без малейшей проблемы покупая российскую лодку вы всегда должны четко учитывать что вы столкнулись как бы красиво она не выглядела всегда пойдет речь о экономии всегда пойдет речь о неумении и отсутствии опыта глобального опыта потому что импортные корпуса например те же самые самые дешевые бюджетные билайнеры делаются уже почти сто лет наши лодки делаются начали запустили модель откуда-то ее слезали с какого-то корпуса тиснули корпус после этого запустили в работу либо разработали корпус несколько лет делают все фирмы могут закрыться прекратить производство и лодки больше не выпускать при этом они занимались перед этим совершенно другими вещами и вот решили почему-то начинать собирать лодки таких лодок попадается и поэтому покупая российскую лодку российского производителя всегда нужно четко отдавать себе отчет какая степень брака заложена в данном корпусе как бы красиво он не смотрелся скажу так у нас периодично приходят российские лодки в ремонт еще не было ни одного корпуса у которого бы не было заводского брака либо непрокатанные пузыри которые этот как его называется каток который смотришь на днище на корпусе в разных совершенно местах характерно для нептунов тритонов стрелок всего остального то есть уж на что классная лодка была стрелка и то мы на ней нашли несколько пузырей ну никуда без этого то есть у наших так по-другому не получается что такое пузырь это плохо прикатаны листы стекломата или стеклоткани под которыми образовался воздух который может быть изначально было не видно а потом они просто набухли все то есть когда смотришь на корпус здесь пузырь тут пузырь выбираешь реставрируешь делаешь это характерно только для нашего производителя также характерно для нашего производителя то что могут использовать смолу например как это было вот конкретно на моем нептуне у меня был в свое время 500-ый нептун у которого корпус был улиткий одежда которая вся хранилась в рундуках пошла на выброс потому что она настолько пропиталась запахом стирола что это просто было невозможно и корпус уже соответственно то есть причина этого была ситуации в том что корпус катера моторной лодки был изготовлен с нарушениями то есть ребята не добавили парафин и соответственно использовали дешевую этот как его называется более дешевую смолу которая была не композиционной которая была чисто матричной и на это все забили закрашивать не получится любая краска сгорит на стироле грунты сгорят на стироле ничего не будет держаться на стироле липкость стирола это означает то что корпус испорчен все по идее эту лодку надо было брать и утилизировать вот но этот как его называется речь не об этом речь конкретно о том что вот о данной лодке что сейчас будет с ней делаться во первых сейчас лодка имеет несколько ряд повреждений по корпусу то есть у нее поскольку гилько очень очень тонкий он пустил паутину когда лодка стояла на каком-то постаменте типа козлах потом у нее есть некоторые повреждения в районе киля это нормальное явление это как раз естественно следы эксплуатации за исключением паутина паутина возникла чисто из-за того что корпус очень тонкий днищик борта корпуса также тонки потому что вы не услышите такого никогда на билайнере то есть он хотя билайнер это самая дешевая лодка импортная самая дешевая импортная лодка американская то есть это самая бюджетная лодка которая выпускается очень много и 50 проблем но корпус у нее всегда будет толстый здесь корпус тонкий соответственно когда лодка стояла на козлах пошла деформация по корпусу по стекломату лодка достаточно тяжелая пошли паутина как после удара эта паутина будет расшиваться она будет реставрироваться по той простой причине что она находится ниже ватерлиния то есть это обязательный процесс дальше будет расшиваться соответственно все повреждения которые есть на корпусе если где-то есть отлупившийся осмос он будет также лечиться покажу чистую как она сейчас вот здесь вот коцки вот коцки соответственно это все будет реставрироваться вот смотрите вот вот слой гелькоута это вот слой гелькоута я более всего уверен что данную лодку никто не шлифовал особо ее максимум полировать максимум могли с ней что-то делать но шлифовочных работ на ней не было следов шлифовальной машинке мы не обнаружили это другими словами конкретно четко и определенно заводской брак корпуса на лодке стоит кильгард кильгард стоит в конечном итоге отвалится но владельцы катера об этом мы предупредили то есть мы его не будем закрывать то есть он так будет в белой полосы ничего в этом страшного нет отвалится потом его зачистить и соответственно под ним обработать после того как будет отреставрирован корпус пугельком то есть уберется паутину берутся сколы уберется пузыри которые отвалились по осмосу соответствующим образом дальше будет в несколько слоев катер покрашены грунтом противоосматическим грунтом в обязательном порядке без этого никак нельзя вообще то есть по хорошему здесь надо слоев 6 катать но решили что будет выкатана одна банка 200 килограммовый но насколько ее хватит корпус большой но я думаю два слоя хватит железно может быть чуть больше дальше что будет еще делаться после этого корпус будет покрыт соответственно грунтом примакор и закрыт необрастающей краской голубого цвета релюкс 33 после этого работы будет закончена потому что как еще раз говорю данная лодка пришла конкретно исключительно только с целью у нее не планировался этот ремонт вообще этого ремонта не планировалось потому что него это было неожиданностью и для владельца катера и для нас потому что здесь должна была быть простая работа чисто покраска необрастающей краской которая вылилась в достаточно большой ремонт который займет определенное время но и плюс дополнительный бонус это то что при отвинчивании сливной пробки она вся развалилась а ведь через нее поступает вода вот посмотрите вы такое чудо видели вот 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 сливная пробка вот это вот держалась без герметиков без всего то есть закручивать ее в этот как называется здесь надо нормальную пробку ставить однозначно и это решение было принято то есть а так она полностью вся развалилась давай открою а вот как она выглядит если ее разобрать это также отечественный производитель чё в лом было даже купить в розницу пробку такой она стоит 350 рублей какая проблема и поставить ее нормально на катер уж если вы делаете что-то что-то дорогое какое-то дорогое изделие вот посмотрите кстати вот толщина днищ вот толщина стекломата потому что дальше идет фанера вот здесь видно как раз миллиметров 5-6 дальше идет фанера то есть принципе для данного места это очень много и фанеры здесь не особо места а так во всех остальных по как его называется по общим показаниям но не по общим показаниям по общим впечатлениям лодка очень интересная то есть ну говорю как еще раз говорю что в наших при покупке при покупке российских лодок всегда надо учитывать на какой процент брака вы готовы попасть то есть это неизбежно не попадалось еще не было еще ни одной лодки наших производителей которую пришла без заводского брака просто не было так что вот а сейчас данный корпус идет в работу и я думаю что будет полностью подготовлены к сезону так что вот если будет вопрос как всегда можно давать на почту почту 1серж 23 собака mail.ru обязательно всем отвечу интересно мы будем снимать ролики как обычно по всем делаем лодкам сейчас в данном случае в работе две лодки вот это вот элита 580 и билайнер 192 ход работы у них приблизительно одинаковый это восстановление гелькоута восстановление соответственно этот нища покраска противоосматическими средствами и соответствующим образом покраска через грунт не обрастающей краски так что вот смотрите продолжение роликов ставьте колокольчик для того чтобы вам приходили уведомления о выходе новых новых роликов на канале спасибо за внимание до свидания